всем привет с вами снова я сегодня я хотел бы рассказать про свой мотороллер муравей за основу моего так сказать вездехода был взят обычный мотороллер муравей 2 обычным длинным кузовом и одноместным сиденьем из основных переделок у меня установлен двигатель лифан 6 половины лошадиных сил 200 196 кубических сантиметров двигатель очень хороший на низах тяга превосходная вот такие большие колеса тянет тоже на ура осуществлена переделка у меня таким образом стоит собственно двигатель лифан 6 половиной лошадей вот он вот поршневая глушитель на двигатель из тюнинга установлен карбюратор от мопеда альфа с расточенным до 1 миллиметра главным топ топ топливным жиклером далее здесь у нас идет цепная передача цепная передача осуществлена за счет мод двух моторных звезд от мотороллера муравей и сроченной цепи тоже моторный от мотороллера муравей вот этой звезды крутящий момент у нас передается на родную коробку мотороллера муравей ну и далее с коробки уже дальше на редуктор как и в принципе в оригинале вот этот вал как вы понимаете это вообще в родной коробке передач это коленвал у нас он был заменен на обычный вал обычный вал выточен из полуоси автомобиля буханка под заказ то есть по размерам вытачивали нам этот вал тоже это свои нюансы потому что если оставить обычный коленвал без шатуна коробка передач у вас будет откручиваться постоянно будет ломать крепление и так далее и тому подобное то есть этот двигатель у меня поставлен за место поршневой коробка у меня звезды 1121 на тягу тянет хорошо везет полтонны заводится все конечно все в стадии доделывания доделываю потихоньку здесь у меня вот еще не закончена проводка аккумулятор такой альфовский тоже старый убитый тут сзади поставлены у меня фары от какого-то трактора ну это не суть важно главное чтоб ехал вот таким образом никаких промежуточных валов сразу что хочу сказать если вы на нем собираетесь возить что-либо то центробежный редуктор вам вообще не товарищ потому что диски сцепления горят очень быстро и стоят они по 600 рублей за диск то есть это мало кому нужно старая же коробка выносливее ничего не ломается в ней особо вот по коробке все хорошо коробке претензий нет было вот не заводился он очень долго ну и в принципе его отремонтировал но потом было решено заменить на четырехтактный едет раньше со стандартным карбюратором двухзаслоночным мотороллер ехал у меня 47 ну грубо говоря 50 км в час после установки вот этого карбюратора от альфы тут конечно сварен такой более-менее переходничок колхозный конечно но главное что работает после установки этого карбюратора муравей мы замеряли сзади ехал второй мотоцикл 70 км в час удается его раскрутить то есть это около 5 наверное тысяч оборотов двигателя в минуту то есть тоже неплохой результат так у него в родне 3 200 или 3 800 оборотов далее из еще из тюнинга для повышения проходимости установлены вот такая вот резина 6l 12 camo 421 установлена она как понятно по размеру не на родные диски а сварены вот такие вот разварочки то есть это середина от ну родная от родного диска от мотороллера муравей и приварен выбитая середина и приварен диск сам вот этот обод от машины пока вот так это со стороны выглядит проходимость сразу же повысилась дальше что еще для подсоединения коробки все тросики там газа и всего остального сцепления все всего хватает все очень хорошо единственное что еще было сделано это вот здесь вот видно наверное и тяга переключения передач профиль приварен ну удлинена тяга переключения в передач в принципе больше ничего особо заморачиваться не надо сейчас собственно покажу как он завведенный работает ну и наверное все отзывчивость на газу этого мотора просто идеальная дальше установлен вот такой свет это светодиод стоит наших магазинах порядка 80 рублей ну может быть 100 и собственно сами задние пары вот они прекрасно работают все больше особых переделок не претерпел мой мотороллер еще что хочу сказать у этого двигателя есть даже электростартер но к сожалению хорошим аккумулятором я пока еще не разжился и поэтому ну электростартер не работает но в принципе заводка тут не такая уж и тяжелая один раз дернуть до подгазовать поворотники также поменены на более дешевые это автомобиль у вас у нас поворотники если разбить не жалко они все целиком стоят 50 рублей а вот само стеклышко оранжевое оно стоит около 25 рублей то есть тоже не смертельная сумма потянуть можно спокойно в принципе бак трех с половиной литров ну хватает если целый день гонять хватит думаю ну как всегда есть канистра сзади то есть пяти литров хватает на достаточно долгое время еще есть проблем в моем мотороллере к сожалению тормоза ну как сказать они ватны очень плохие потому что колодки у меня стерлись причем когда его покупал они уже были стерты и получилось собственно так что колодок на него сейчас к сожалению не найти если у кого-нибудь есть сайт на колодке нового образца сюда колодки они меньше по диаметру к сожалению не подходят если кто не знает сайт буду благодарен если подскажете по цене во сколько мне обошелся сам мотороллер я купил 6000 рублей новый двигатель вот он собственно с центробежным редуктором обошелся в 10 тысяч рублей колеса каждая вот резина по тысячи и четыре оковских колеса мне обошлись с рук я покупал за 1000 рублей плюс сварка запчасти ну грубо говоря скажем в 20000 обошелся мне данный агрегат но ни разу не пожалел по лесу идет очень хорошо то есть можно заезжать даже на пни ну вот на такие точно можно на такие пни заезжал то есть он цепляется хорошо протектор ну вложено было немало усилий денег конечно же ну а я принципе рад то есть ни разу не пожалел работает отлично тянет очень хорошо на низах то есть на нем можно теперь тронуться с маленьких холостых там и спокойно тянуть еще пассажиров в кузове то есть вот за что люблю четырехтактные двигатели двигателя они тянут на низах очень отлично ну в общем так еще чтобы грязь не закидала выведен фильтр фильтр кстати тоже родной от мопеда альфа ну плюс вот это вот так скажем патрубок от газика на патрубок печки что ли ли что-то подобное то есть больше особо нечего сказать подписывайтесь ставьте лайки хотите если еще что-то узнать пишите в комментарии с радостью сниму видео все покажу расскажу объясню всем пока